всем огромный привет добро пожаловать на мой канал мы тут утра в полночьем пошли в этот ветеринар проверить наши уши глаза еще нам прописали лекарства вот и решили прогуляться с ней прямо с утра вот вы заградите ее то она меня повела повела куда-то походить побродить чтобы нервный стресс снять а то на ветеринарке у меня так трясется девочки все время просто как как банный лист я не знаю не как банный лист а как осиновый лист да или какой-то там лист в общем в общем идем гуляем вон и вот она психованная женщина идем тут старые железнодорожные пути у нас вот там где-то стоит моя машина и ветеринарка наша любимая чем она решила пошляться уколы не делали кровь не брали ничего с ней не делали уши только посмотрели все на счастливая сливая женщина вот тетка вляет она не ковыляй повела меня куда-то это меня ведешь бона домой с тобой домой надо ехать пока джуси нету она одна гуляет фу тут мусор какой-то вон как красиво домики строится это железнодорожная не работает уже красота творить повела меня мадам все заведет в лес и бросит не хочет идти почему-то у нас уже почти прошло у нас болотит вот у нас сужены слуховые каналы в одном ухе сильно сужены теперь по новой надо чистить их лосьонами всякими протирать вот ее мыть мне запретили пойдем туда стадо пойдем там посмотрим не пойдешь это меня ведет обычно не особо такая гульона а тут чуть прям повела куда-то меня в общем а так здоровье у него отлично все у него хорошо вот только с ушами на уши это ветер на меня было слышно уши это у нас этот ну потому что они у него висячие поэтому проблема с ушами это нормальная история собачка там какой-то вот сейчас пойдем домой поедем вона пошли обратно вон куда ты меня ведешь пошли обратно вон стройки у нас вон а пошли вон а пошли домой она прогулялась на заднем сиденье у меня сидит до прогулялась чуть-чуть вся машина шерсти это плед для собак у меня для котов для перевозки все время здесь лежит все поехали домой да да мы едем сейчас оказывается знаете девочки куда она меня вела домой представляете нашла дорогу не ну хотя бы тут часто бываем это ветеринарная клиника она у нас поселке находится в нашем вот такая повела заворачивать сторону дома там недалеко на машине 5 минут их на обычно на машине с ней вот она не против а а тут такая повела стоит и врач его стоит и смотрит типа хозяйка домой домой пошли машину заберем или и притащила она же такая найти у меня упертая встанет и все 35 килограмм поди это сдвинь с места не сдвинешь даже если захочешь она когда у меня была маленькой там как маленькой молоденькой 23 года где-то а такой неуправляемый собак и не такой спокойный как сейчас сейчас это мисс не спокойствие я бы так это сказала раньше она такой не было мы даже гуляли на строгаче потому что мне ее было вообще не удержать я сзади неё как консервная банка она об этом знает и сейчас тоже стала и стоит типа пошли домой грубо на машина там еле-еле пойдем говорила в общем вот так что едем домой я по поселку еду со скоростью 10 километров в час девочки не переживайте за меня вот так что там легла уже лежит приедем домой что моя красавица давай сразу раздену все в шерсти у меня все в грязи молодец моя молодец моя хорошая вот красавица мы на боссе до красивая жузенька моя тут бедняжечка бедняжечка моя мама уехала бонус забрала а ее оставила а ее оставила кошмар какой-то да кажу мама как ты могла и он кожи какой несчастный и несчастный такой меня не взяли ну не взяли привыкла но она вдвоем с боной остается дома нормально если бонус забираешь и уезжаешь она начинает выйти кошмар в общем дети у меня еще те вот я хотела у вас девочки спросите у меня у боны ну возраст пенсионный вот у нее стали желтеть зубы и ветеринар посоветовал у меня тут как всегда с ума сходит я кстати уехала сегодня утром приехала отвезла детей в школу мне отвозит муж а я отвела младшего в садик прибежала позавтракала животных накормила точнее обычно их кормлю а потом только завтраку по-другому у меня вообще никак не бывает вот всех накормила короче схватила бону вот поехали к ветеринару прогулялись короче часок мы в итоге вот и сейчас приехали обратно надо все застелить немножко прибрать и ехать мне уже за старше старшего собирается школы хулиганщик как всегда так вот я что хотела спросить если кто-то из вас чистит зубы своим животным напишите чем пожалуйста потому что я не знаю у меня просто ветеринар такой она такая знаете она никогда не будет советовать найти вот кормите только вот этой маркой и все или копайте только вот эти или там покупайте только вот это или мойте только вот этим шампунем нет она никогда так не говорит она говорит там допустим шампунь чтобы в составе было это это я не знаю там единственное что вот какие-то лечебные препараты да она назначает уже определенные но не обязательно у нее там покупать можете купить где угодно вообще можете ну то есть такая очень мне очень нравится потому что вы другие ветеринарные клиники которые у нас были знаете там только это только у нас купите нигде больше в общем найти вот такое вот все вот и она сказала что надо чистить корм надо чистить зубы вот хотя бы раз в неделю чем-то ей ну прочищать я могу почистить только сейчас глянула всяких зубных щеток зубных паз зубных всяких приспособлений очень много я никогда не чистила зубы потому что у меня боны были хорошие зубы тупо сейчас просто стали желтеть и ну хочется я не хочу просто вот так камень его же чистит зубной камень животным чистят их вводят но их не не наркоз как бы медикаментозный сон это называется да но все равно это не очень хорошая история я как бы это не особо люблю считаю что это пагубно влияет на здоровье вот но и ветеринару мне говорит что как бы лучше не доводить до этого вот поэтому смотрите что у меня творится тут просто бойня девочки просто бойня у меня какая-то я тут лежу села в своем костюме вот смотрите что творится это просто нечто они грызутся точнее лево грызет джуси как я не знаю что это какой-то кошмар сегодня у меня день день животных записали еще лево в субботу на первую прививку и в ноябре я еще буду джуз стерилизовать вот так что так что да у меня ветклиника наше все до мальчишки девчонки царите что делает это же нечто просто каждое утро каждый вечер одно и то же у нас это просто смотрите грызет съешь джуси я тебе это не прощу лево джуси тысяч штук бони беги она тебя защитит среди что такое что такое творится господи что это такое просто какой-то кошмар что за кошмар девочки ужас в общем буду ждать ваших комментариях если вы чистите зубы ну какой-нибудь именно щеткой да то есть можно щетку с пастой специально напишите посоветуйте что-нибудь может быть может быть вы знаете что-нибудь хорошее действенное смотрите что творится такое ну вот больно сделан да джуси тебя съедят тебя съедет бедняга моя бедняга моя смотрите какой пакостник сухие листья у меня сюда кто-то с утра притащил вот кто-то из них он кстати тоже у меня игрушки таскает в зубах все таска где сухие листья раздоблю там на ковре валяются где-то оторвали от какого-то цветка отчета да то у меня пакостники вот он пакостник цветы тут мои так и лежу девочки нагулялась боной и что-то так расслабило меня прям вообще не знаю с утра гулять это нечто конечно вот сейчас прочитала комментарий один хочется на него ответить не первый раз мне задают этот вопрос ну подобные вопросы по поводу детского садика что я младшему сыну в детский садик даю с собой еду у нас таких детей очень много есть много детей аллергиков нет не аллергиков но я не знаю в общем наверное аллергиков то девочки я честно не знаю я диагноз не уточняла я вам сразу скажу но есть детки которые много что изменил детском саду нельзя есть дети которым нужно принимать какие-то препараты там или что-то такое вот есть дети которые тоже много что не едят и у нас чуть ли не вся группа такая я вам серьезно говорю и вот у нас как раз перекус перед прогулкой практически все что-то дают детям и слава богу что у нас это разрешает вообще это нельзя делать вот но изменилось меню в детском саду за последние вот несколько лет менялась она очень очень часто и в меню есть такие блюда которые даже вот воспитатели у нас говорят ну как бы кто там придумывает явно тот у кого нет детей потому что дети такой не едят просто потому что те же например печеночные котлеты он говорит ну у нас в группе не ест никто то есть когда дают печеночные котлеты их не ест никто вот всегда и едят у нас запеканку всегда все дети едят кашу по утрам кроме моего омлет очень вкусно у нас товара в детском садике очень вкусно готовят девочки они сами пекут у нас булочки всякие разные там вот это все очень вкусно готовят туда в садик приходишь там такой вкусный аромат стоит у нас красную вот эта кухня на первом этаже и когда заходишь просто я на слюную схожу действительно очень вкусно кормят у нас воспитатели об этом говорят что кормят вкусно и дают у нас много то есть у нас я знаю что нет некоторых детских садах есть такое что каждому выдают свою порцию добавки нельзя у нас можно в детском саду то есть там дают вот этими большими кастрюлями дети могут кушать столько сколько хотят это здорово но вот так как меню устанавливать не сам детский садик а кто-то рано или кто кто занимается вот этими меню школьников и детских садов вот то есть они ничего они ничего другого готовить не могут хотя и рады были бы потому что даже сами вот повара говорят ну как бы но блин это не меню для детей рыбу же тоже очень многие дети не едят а у нас дает день печеночные котлеты день рыбные тефтели второй день там еще учета такое знаете что вот дети очень многие дети этого не едят просто вот суп у меня есть ребенок на обед на завтрак он у меня просто пьет чай с булочкой ну с булочкой с батоном и иногда дам дают сыр ну что-то такое потом перекус я всегда даю с собой обедает и ужинать он ужинает у меня только два раза в неделю первый ужин это когда у нас макароны потому что и макароны там сыром что ли дают или что-то такое вот и второй раз это творожная запеканка все остальное то есть там дают рыбные тефтели печеночные котлеты и что там еще такое что дети вообще практически никто не ест вот поэтому я всегда рано забираю ребенка с садика и в те дни когда ужин на ужин рыбные тефтели или печеночные котлеты что-то в этом духе вот и вот на подольше оставляю только когда вот ему кстати очень нравится запеканка творожная и обычные макароны вот он запеканка у меня всегда две порции вот такой вот поэтому у нас просто очень лояльно у нас очень хороший детский садик у нас обалденный детский садик школа не очень а вот детский садик вообще обалденный и воспитатели у нас классные просто вот просто обалденные и честное слово так бы осталось бы с ними и в школу бы не ходили бы вот и повара очень хороший очень вкусно готовят они сами делают выпечку там разную вот тоже у меня сын ест но на перекус практически все дети что-то приносят им выдают еще фрукты но фрукты такие там же привозят вот эти яблоки такие немножко кислые там такое вот и вот перекус из дома вот потому что потому что многие ничего не едят все привереды короче но кто привереды кто там по состоянию здоровья как-то что-то не может есть вот так что так что вот такая вот у нас история все остальные дети у нас на это реагирует нормально никто никому там не завидует потому что но все у нас такие практически вся группа приносит что-то вот так что вот так вот ответил на этот вопрос ладно пойду надо хотя бы кровать застелите уже скоро ехать за старшим все прибрала все застелила в общем прибрала на втором этаже остался еще на первом этаже сейчас пойду надо еще стирку сняла постельное белье вот я его сейчас не заправляю вечером буду заправлять я так всегда кстати дело не знаю почему вот еще хочу ответить на вопрос во первых сегодня такой получается болта логический влог но я подписываю когда я много болтаю я подписываю так что для тех кто не любит встретимся в другом видео значит по поводу сериалов вот сейчас мне тоже поступил комментарий прочитала собиралась параллельно читала комментарии смотрю ли я какие-то сериалы и так далее не смотрю никакие сериалы вообще никакие потому что я залипаю на это нужно время него нет вот поэтому мне еще сегодня вот сейчас уже час дня я сейчас поеду за сыном заберу его приеду будет пол третьего а то около трех все зависит от пробок приеду он будет накормить обедом потом стирка мне еще поглазить надо ужин у меня готов вот нужно будет еще с собаками погулять уроки вот вроде бы знаете да так особо ничего не делаешь но там сам туда съезде привези увези завези и так далее младшего еще забрать потом вечером собрать всех в общем ну как всегда все еще мозаику хочу повыкладывать очень долго у меня получается поэтому сериала не смотрю даже когда выкладываю мозаику потому что отвлекаешь у меня муж смотрит различные сериалы но он смотрит такие час он смотрит села он не скачивает нигде а по телеку то что показывают смотрел сериал я не знаю он еще идет или уже закончился там про какого-то доктора в питере снимали типа какая-то там больница они там что-то расследовали кого-то там на органы продавали или что в духе короче в общем кровище там какая-то убийство расследование в общем всякое такое не смотрит я слушаю аудиокниги и читаю книги сейчас читаю книги в электронном формате я сейчас читаю книгу называется воронята автора не помню если кому интересно напишите в комментариях я вам напишу это про интересная книга на самом деле мне предложила эту книгу почитать приложение и мне очень понравилось там их три по моему книги в серии в общем буду читать сейчас первую воронята пол книги где-то уже прочитала прославлений про ведьму про такое интересно у меня приложение стоит приложение платное называется my book явно не рекламирую просто говорю я в этом приложении читаю вечером на ночь детям книги тоже мы всякие там детские детективы читаем вот и слушаю аудиокниги аудиокниги я слушаю я люблю детективы больше конечно вот сейчас я кстати слушаю книгу татьяну стены это кто-то из вас не писал что прикольные книги вот донцова и кто-то еще мне не очень нравится честно признаюсь но я считаю что такие книги тоже имеет место быть потому что вот например у стена она у нее так интересная не там но бывает такие попадаются чтец и да это они называются с таким приятным голосом знаете с звуковым сопровождением бывает войну то есть разные книги попадается очень интересно и вот я занимаюсь уборкой наушники вставляю сюда и все занимаюсь уборкой и мне там что-то рассказывают что-то такое интересное что если где-то отвлеклась пропустила там что-то вот как раз и устиного и донцова например вот для таких целей мне кажется отлично аудиокниги вот так что вот и все это все на что у меня хватает сериала не смотрю фильмы смотрю только когда хожу в кино вот больше никак не смотрю потому что на это надо время а я еще такой человек я то есть не могу просто смотреть я залипну вот на залипнуть время нет поэтому я даже не начинаю вот и мне аудиокниги мне больше нравится это из детства я помню я когда была маленькой мы с бабушкой но спали в одной комнате и она все время включала вечером эхо москвы было и что-то еще и там были вот эти вот спектакли какие-то прямо вот со скрипом дверей знаете вот такие вот старый вот радио она включала ой слушайте как мне нравилось еще там было спектакль про кота кота которая любила сосиски такой детский спектакль вот я очень любила слушайте поэтому аудиокниги для меня это вообще нечто и вот весь год я уже там столько книг прослушала это кошмарную детские книги соответственно там читаем стоимость там подписки 500 рублей по моему в месяц но они мне окупается потому что я очень много слушаю книг у меня бывает за день одна книга уходит то есть я как с утра вставила наушники так и слушаю практически целый день вот так что вот такая вот история в общем девочки простите много наболтала но ответила за то на все вопросы вот и в общем сейчас поеду заберу ребенка садика и уже наверно под конец этого видео покажу спрашивали меня что я заказывала с сайта фарма косметика вообще продолжали этом заказывать конечно заказываю но что-то я забываю вообще показать я все время думаю сейчас я попользуюсь мнение сложу про этот продукт и вам расскажу и вот до сих пор не рассказала уход за волосами прикольно у меня появился хоть за лицом чуть попозже расскажу когда побольше попользуюсь вот в общем поехала ну вот опаздываю к сыну стою в пробке у нас кстати вот здесь вот все время вдоль дороги продают эти цветы такие вот вот и покупают кстати прикольные цветы смотрите какие-то георгины красиво очень женщина набирает в общем буду дома наверно часа в три может пол четвертого даже вот так вот наверно авария какая-нибудь как обычно ух она там длинная еще сына опоздаю и обратно наверно долго будем ехать так что вот так вот вот такая вот у меня жизнь туда сюда сюда туда вот видите написано проезд по приморскому а это путепроводу ограничен ой в общем не знаю до что как жить теперь будет в домике старые вот эти красивые там тоже домики ненавижу стоять пробках самое ужасное времяпрепровождение это стать пробки потому что когда особенно так тихонечко едешь и сделать ничего нельзя и едешь как дурак это еще одна кстати причина почему я не люблю есть за рулем ну ладно будем ползти дальше какой-то домик тоже продают участок домик разрушенный правда уже был когда-то наверное красивый там это выставочный дом от какой-то фирмы ухты там какая-то сильная видать авария девочки пожарная аж пожарная приехала кошмар ужас ну что приехала я домой действительно приехали пол 4 в общем час пообедали и там авария была у нас на шоссе в общем сейчас покажу вам уход мой новый за волосами как вы видите здесь практически все это лореаль потому что я купила в начале шампунь так вот это шампунь шампунь и бальзам вот такой вот это для длинных волос мне очень понравилось я докупила вот такое средство она знаете чем что напоминает вот ну что ты то ты делаешь господи что ты вот что ты делаешь но неугомонное создание такое что делает вот очень напоминает знаете уксус для волос ну или что-то в этом духе то есть это такая водичка которую нужно наносить там на несколько минут по моему на в общем я наношу пока в душу моюсь и потом смываете волос просто идеальные вообще мне очень нравится мягкие рассыпчатые не не пачкаются ничего да вкусно тебе вкусно тебе вот и докупила еще вот такое вот масло для волос вот это масло я могу посоветовать всем и у кого длинные волосы и у кого короткие волосы не пачкает отлично увлажняет как бы запечатывает кончики в общем одни только плюсы в этом масле не знаю минусов вообще не нашла упаковка стекло очень понравилось я не знаю вообще суперская не жирнит волосы вообще не склеивает ничего просто потрясающе рите я уже сколько использовала мне одного нажатия хватает на всю длину волос но я наношу где-то почти на кончики можно сказать вот то есть одно нажатие на все на все кончики хватает они на всю длину волос вот еще до этого я покупала вот такое средство но не скажу что она какой-то супер-пупер вот это ну то есть лучше вот это масло купить чем вот вот это в общем вот это это такое молочко ну она по консистенции внутри как молочко здесь есть спрей распыляет тип усиливает блеск защищает от термо воздействие так далее увлажняет там в общем что только не делает но такое как бы ну я усиление блеска я не заметила в общем вот это масло мне понравилось больше и вообще вот эта вся линейка лореаль там есть для разных типов волос она мне понравилось намного больше чем вот это средство так что ну вот это наверное он такое знаете как бы вроде работает но наполовину то есть кончики все равно сухие с этим средством поэтому я ну все все ко мне пришли опять все ко мне пришли да вот поэтому я больше рекомендую вот это масло вот это для длинных волос вообще идеальные средства одно вот это масло реально для всех волос супер просто не жир нет ничего не делать но все драка пошла тут у нас драка пошла вот так что ссылочки я оставлю это я все с фармакосметики это у меня было получается аж три заказа вначале вот это у меня было в заказе потом я докупила масло и вот это вот это средство а это еще раньше я покупала вот так что если ссылки не сгорели оставлю но вот эту линейку очень очень советую не надо погладить немножко приберусь на первом этаже опять начинается вот и уже будем делать уроки все такое очень все как обычно вот так что на сегодня буду с вами прощаться надеюсь вам понравилось такое видео оно было для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал кто еще не подписан всех люблю целую до новых встреч